В прошлом видео меня спросили, как ты думаешь, Сократ, что лучше, Лима или Маузер? Для какого билда и так далее, и так далее. Вот в этом видео мы и решили это проверить. Всем привет, с вами Готика, с вами Сократ, и это обзор на Лима и Маузер в сравнении их, что круче. Поехали! Найти помощников для записи видео, как в этом ролике Рафаэль и Витя, соответственно, которые вызвались помочь, не проблема в нашем Дискорде. Да и в принципе, найти людей, поиграть не проблема в нашем Дискорде. Все ссылки в описании к этому ролику. Какие цели мы ставили перед собой, проводя этот эксперимент? Во-первых, проверить, что лучше в ПВЕ, проверить, что лучше в ПВП, урон в тушку, стрельба в реальном ПВП с метким глазом, раскрасив черное, либо без этого, с тониками, без тоников, какой урон проходит, на какой дистанции. В этом ролике мы со всем этим познакомимся. И для начала мы начали стрелять от бедра, когда наш секундант, соответственно, сделал выстрел в воздух. Мы начали стрелять от бедра, чтобы посмотреть, насколько быстрее идет скорострельность у Лима до момента начала перезарядки и, соответственно, у Маузеров. Сейчас, как вы видите, мы стреляли от бедра без прицела, просто посмотреть, какая идет скорость стрельбы. И получается, что в момент начала перезарядки у Лима, плюс окончание ее перезарядки, Маузер успевает выстрелить три полных обоймы. То есть, потратить 10 патронов на каждом пистолете, перезарядить его, опять потратить патроны и так далее, три раза до тех пор, пока Лима сделает только полный выстрел 18 патронов и, плюс ко всему, успеет их перезарядить. В следующей части опыта мы делали сравнение, насколько уменьшается урон от дистанции, на которой находится человек. То есть, мы восстанавливали здоровье, отходили на каждые 10 шагов и после поистечения 10 шагов делали выстрел в корпус, для того, чтобы проверить, насколько изменяется урон. Таким образом, получается, что и у Лима, и у пистолета Маузера, соответственно, урон уменьшается от 50 шагов и далее. Самое интересное, что до 50 шагов урон считается полностью таким, каким он должен быть, если вы бы стояли в упор от 50 до 100 шагов, урон режется в половину. Как вы знаете, у Лима есть дробовик, особенность дробовика, что до 12 шагов, на расстоянии до 12 шагов, он с вас ваншотит. Все, что идет выше 12 шагов, ваншота не будет. Тут без разницы, раскрасть черный или без него, не будет ваншота, за исключением, соответственно, попадания в голову. В следующей части видео мы сравнивали убийство в корпус с Лима против Маузера под рогу, с тониками и без тоников. И по результатам получается, что Маузер опережает Лима по убийству в корпусе за счет своей скорострельности. Но тут есть один нюанс. У Маузера очень высокий разброс. И было несколько убийств в голову за счет этого разброса. Он менее точный, было куча попаданий минуса проходящих пуль, которые не попадают, не регистрируют урон. Но тем не менее, все равно он убивает за счет своей скорострельности на дистанции средней. Что касается дальней дистанции, то Лима превосходит за счет того, что он точен. И пусть он не такой скорострельный, но он точнее. За счет чего, соответственно, на средней дистанции Лима поинтереснее ведет себя при убийстве в тело без раскрасив черного. Но единственное, что у Лима огромное время по перезарядке, около 18 секунд против 2 секунд Маузера, конечно, это ни о чем. Но на данный момент, на данный момент в этом опыте он несущественный. Потому что дальше вы посмотрите и увидите видео, почему он несущественный, а держит верх Маузера. Интересные факты и наблюдения. Если в Маузер в один пистолет зарядить экспансивные патроны, в другой пистолет зарядить скоростные патроны, таким образом у вас будет 200 патронов, а не 100, у Маузера очень мало количества патронов, которые вы можете с собой таскать. И часто в ПВЕ и в ПВП вам просто будет их не хватать, в отличие от Лима. Но вот такой хитростью можно увеличить свой боезапас. При этом вы не пожертвуете особо ничем, потому что скоростные патроны и экспансивные патроны на близкой дистанции особо вам бусты не дадут всего в 5% разницы по урону. Это небольшая сумма, и вы все равно в дальнейшем в этом ролике увидите, почему. Итак, перейдем непосредственно к ПВП режиму, что происходит при игре с Лима и при игре с Маузером. Существует два таких более-менее адекватных билда. Это билд Танк, когда вы используете медленно, но верно, и все, что связано с защитой. И билд Раскрасть в черной метке глаз. Это, соответственно, для убийства ДД класса. И таким образом получается, что использование пистолета в ближнем бою, или в среднем бою, сводится к этим двум противоборствам. Танк против ДД. Что выгоднее таскать? В данном видео мы использовали билд ДД против ДД. То есть оба раскрасывали в черное друг друга, чтобы посмотреть, есть ли разница в оружии при использовании Лима, либо при использовании Баузера. Так вот, как показывает практика реально в бою, потому что Витя, я считаю, очень хорошим игроком, который очень классно ставит метки, очень быстро это делать. Мне было против него реально тяжело играть. Скажу так, что нет никакой разницы, с чего вы играете. Лима или Маузер. Кто раньше поставил метку, тот и выиграл. Хоть с лука. Без разницы вообще. Использование Лима или Маузера в ПВП, это пожелание. Тут что хотите. Такие ситуации, при которых у вас заканчиваются все патроны, и вы не сможете поставить метку, и уйдете в перезарядку у Лима, таких ситуаций не будет. Очень, очень редко. Ситуации, где вы не сможете поставить метку, и вас убьют, это очень часто. Вы поставили метку, вы убили. Что касается ПВЕ, то тут я бы отдал предпочтение Маузеру, потому что скорость перезарядки и количество врагов, даже если вы всех пометите, и у вас око за око, которое отрегенит вам огромное количество меткого глаза, и вы фактически не будете использовать тоники, таким образом получается, что в ПВЕ я бы порекомендовал использовать Маузер. В ПВП я использую и то, и другое по настроению, это лично я. Что касается непосредственно танка билда, я бы порекомендовал использовать револьверы, потому что дистанция средняя или чуть дальше средней дистанции, там в 50 шагов, как я уже говорил, разбросы Маузеров будут очень большой. И таким образом получается, что вы половину патронов не сможете попасть в тушку. Раскрасть черного у вас нету, из-за того, что у вас есть медленно, но верно, и вам надо хоть как-то более-менее попадать или убивать. И если вы используете не дробовик, вы используете не каркану, а вам прям нравятся пистолеты, то ваш выбор должен быть лима. Вы долго перезаряжаете, вы долго стреляете, но если попадете, то попадете конкретно. Что касается дистанции, тут, соответственно, выиграешь за вами, потому что разброс будет меньше. Но это, что касается танка билда, и это лишь только мое видение. На данный момент я свое предпочтение отдам Маузеру, потому что мне нравится его скорость стрельбы, мне нравится его перезарядка. Но иногда бывает такое настроение, что хочется выпить вискарика, покурить сигару и покрутить револьвер. После чего зайти в салон, набить кому-то рожу, подуэлиться. И вот этот взвод курка, выстрел, это, конечно, добавляет лима весомых очков. В пвп, в пве решайте сами, что использовать. Этот ролик, надеюсь, вам хоть чем-то помог. Если будут интересны билды и мое видение билдов, оставляйте свои комментарии, пишите мне вконтакте, заходите в дискорд. Всем пока, с вами была Готика и Сократ.